Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи. Мы вас рады приветствовать в мастерской Елены Владимира Ильичёвых и, как говорится, в дальний путь по территории Blade & Socks Art Technologies. Чем нам нравится эта наша территория, наш клуб живописи? Тем, что здесь мы можем беспрерывно экспериментировать и продолжать обучаться у старых мастеров. В данном случае мы очень хорошо дружим с ботаническими рисунками Леонардо да Винчи. Посмотрите, этот титан эпохи Возрождения, он не гнушался рисовать самые маленькие цветочки и с ними, как сказать, очень глубинно общаться. Ну, конечно же, изначально он знал, что такое дерево, как оно берёт силы у земли и как по этим сокам течёт всё, что надо для расцветания, допустим, вот этих цветов. Посмотрите, расцвела магнолия начало апреля, конец марта. И мимо этих цветов невозможно пройти. Они настолько красивые, что хочется их запечатлеть обязательно во многих-многих картинах. Вот я сейчас держу цветок магнолии. Это девятилистник. Посмотрите, это розовая магнолия. И вот прямо перед нашим балконом вот это дерево магнолии расцвело. Не плодоносит, но цветёт, благоухает и радует взор, и запоминается надолго. Почему я с вами разговариваю сейчас, как с профессионалами живописи? Потому что, потому что для того, чтобы нарисовать вот такой цветок, надо действовать правильно. Надо начать с того, чтобы с ним познакомиться. Сначала его разрезать пополам. Попросить у дерева, разрезать пополам и посмотреть, откуда начинается всё вот это цветение, откуда пришли соки, и как оно всё это распускается, и как оно движется в повороте, и как оно от такого, знаете, закрытого бутона, полностью закрытого бутона, почему-то смотрящего вверх, потихоньку открывается, превращается в как бы фужер для шампанского вид, а потом уже в такую большую тарелку для фруктов она превращается, эта форма цветения. Поэтому я хочу вам показать, как надо для начала действовать, чтобы сделать целый проект или, допустим, маленькую выставочку, посвященную определённому растению или определённому цветку. Вот сначала надо сделать графический рисунок. Когда вы разберёте, так, этот цветок, поймёте, из каких листьев он состоит, сколько тычинок, как пестик располагается, как оно всё получает через ветки, вот эти вот микроэлементы для того, чтобы расцвести. Вы представляете, сколько надо из земли тянуть. Вот. И мы должны это всё с вами понять. Рисунок нам должен объяснить, как это всё происходит. Вот цветущая магнолия. Это в Париже мы были и сорвали белую цветущую магнолию. Она называется по-другому, чем вот эта. Она называется магнолия игольчатая. Вот она. Так. И вот, допустим, пример ботанического рисунка. Подснежничка, да, в разных поворотах. Тоже надо было понять его конструкцию. Никогда не приступайте к рисованию вот такого цветка красивого, пока вы не поймёте его конструкцию, пока вы с ним полностью не познакомитесь. Вот. Потому что ошибка многих художников, которые хотят сразу поймать золотую рыбку и получить деньги за свою картину, они рисуют поверхность, видимую поверхность цветка, не зная, что происходит внутри его и какова его конструкция. Поэтому давайте запишем правило, по которым мы действуем. Вы возьмите листик себе и давайте запишем первое правило, да, по которым надо действовать для того, чтобы нарисовать большую композицию, допустим, цветущее розовое дерево. Первое правило – это знакомство. Пишем слово «знакомство». Знакомство подразумевает ботаническую правильность, чтобы вы поняли, как этот цветок вообще сделан природой, по каким законам он расцветает. Так, знакомство. Разрезать, нарисовать отдельно листики, написать, сколько листьев обнимают, сколько листьев... Дай мне, Вовочка, эту книгу. Сколько листьев охраняют, сколько листьев заманивают. Вот видите, есть такая книга ботаническая, немецкая книга какой-то художницы, которая вот просто знакомилась с растениями, с птицами и описывала себе все это, что происходит. Видите, это очень хорошая, полезная книга. Тоже можете завести себе большой блокнот и туда зарисовать и записывать все цветы, которые вам встречаются. Второе, после того, как вы знакомство сделали, да, себе обрисовали просто детским рисунком, Второе действие, чтобы написать картину с такими цветами, должно быть графический рисунок. Или на темном картоне белой сепией, или на светлом картоне коричневой сепией. Сепия очень хороша для того, чтобы сделать и живописный момент, и графический момент. Она мягенький такой, хороший материал. Вот. Второе, пишем рисунок. И когда вы сделаете рисунок с натуры, только с натуры, вы с ним, с этим цветком станете родными. И вот тогда только вы можете подступиться, пишите третью. Ветка. Вот сюда. Ветка, живопись. Так, третья ветка, да. Допустим, или, если это отдельный цветок, то несколько цветов. Букетик, да. Ветка или букетик, пишем. Ветка. Букетик. Допустим, если это маленькие цветочки, вы можете их вставить в стакан. Букетик. Так. Третье, четвертое действие будет уже композиционное и портретное. Вы можете взять цветок, да, тоже на ветке, поставить его в светотеневой среде, да, допустим, свет слева, и написать его портрет большой. Допустим, вот такой цветок на холсте 80 на 50, чтобы у вас этот цветок был огромный. Вы понимаете, это уже пошло философское размышление на тему, что этот цветок никогда не забудется. То есть символ цветка, да, тем более, что этот цветок символ невинности, благородства, и его очень часто девушки цепляют вот сюда на запястье для того, чтобы, ну, еще краше выглядеть по сравнению с этим цветком. В общем-то, можем сделать портрет цветка. Пишем четвертое. Портрет цветка большой размер. Портрет. И можно этот портрет дополнить еще маленькими какими-то нерасцветшими бутонами, и он как раз будет, как, знаете, главный в семье в своей, так? Это уже будет монументальная, красивая работа, достойная большого гонорара потом в итоге. И в итоге вы приходите к тому, что эти деревья, эти деревья, пятое, могут стать главными героями композиционного размещения. То есть любой холст большой могут занять деревья розовой, белой или бордовой орхидеи, так? И возле этих деревьев может происходить то или иное действие с животными, с людьми, с разными природными явлениями. И вот вы добрались до того, что вы с этим деревом, прямо он, этот цветок является, ну, как бы, членом вашей семьи, понимаете? И вы можете с ним, как бы, всегда иметь общий язык. Вот. Поэтому никогда не бросайтесь к тому, чтобы начать сразу большую многофигурную композицию с этим растением, не узнав его конструкцию. Ну, а пока мы наслаждаемся ароматом этих цветов и действуем с вами по поводу целого большого проекта. Вот записала я, как вот в той книге, записала я арт-проект «Дерево розовой магнолии». И концептик этого проекта «Что я хочу сказать?» И можно вот из одного цветка сделать целую выставку.